Белые, красные, синие, бордовые – всевозможных форм, соцветий и размеров. Такие будут цветы в предстоящей тёплой на клумбах в нашей столице. Садоводы Бишкек-Зеленхоза уже готовят посадочный материал. А уже через месяц они превратятся в радующий глаз композиции в парках и близ перекрёстков городских улиц. В теплицах Бишкек-Зеленхоза ежегодно с января месяца начинают выращивание почти 20 видов однолетних цветов. Семена закупаются голландских садоводческих хозяйств и производство селекционной компании «Панамерикан». В данный момент у нас в этом году будет 850 тысяч однолетних цветов. Это где-то 18-19 разновидностей. Первый посев у нас был где-то 20 января. И с тех пор уже по нескольким этапам было посеяно. Сейчас в данный момент где-то около 300 тысяч уже запекировано. И в данный момент это уже третий этап. В данный момент здесь у нас циня, дальше тагец, георгины, катарантус, петуния, сальва и несколько видов разных цветов. Что могу сказать? Здесь семяное отделение, здесь мы посеваем и дальше идёт пекировка в разные теплицы. Особое внимание при выращивании цветов уделяется условиям окружающей среды. Процесс, говорят, не из лёгких. Каждый раз перед посевом семян боксы полностью очищаются от старой земли. Заготавливается почвосмесь, которая состоит из 60% горного грунта, 20% песка и 20% гомуса или перегноя. За 10-15 дней до посева помещение обрабатывают противогрибковым средством и закрывают. После напочвосмесь выкладывают торф, в который и засыпают семена будущих цветов. Особое внимание уделяется температуре. В каждой теплице для поддержания оптимальной температуры установлены вот такие вот печки. Потому что в зимнее время года температура не должна опускаться ниже плюс 20 градусов. Ну а летом при выращивании однолетних растений нельзя превышать температуру в плюс 30 градусов. И для этого здесь предусмотрен открывающийся потолок. Чтобы у цветов была хорошо развита корневая система, их удобряют калиевой селитрой. Позже для крепкой листвы и хорошего цветения также необходима подкормка специальными удобрениями. После того, как саженцы подрастут, начинается процесс пикировки. Здесь у нас 9 теплиц. Сейчас уже 8 теплиц почти уже запикированы. Пикировка делается, каждая отдельно, вот такие одноразовые стаканчики пикировка. Здесь она уже доходит до кондиции, то есть где-то к апрелю, к 15-му она уже зацветет. И в цветущем виде она уйдет в город. Почему в одноразовом стаканчике? Чтобы корневая система не нарушалась и при посадке, чтобы она не болела. Специалисты отмечают, что все цветы выращиваются под определенный дизайн, заявки на который приходят с каждого района города. Высота, размера по-разному. Есть 10-15 сантиметров, есть 15-20-25. Это для чего? Для того, чтобы когда мы сажаем в клумбы, там же дизайн есть. Если, например, вот такая клумба, посередине она должна быть выше, правильно? Поэтому сажаем повыше, по краям чуть ниже и самый край, это бордюрная называется. Бордюрная она должна быть 10 сантиметров. И вот этот весь, то есть дизайн должен быть виден. Цветы заказывают нам, высота, цвет, и все должно соответствовать. Работники зеленхоза говорят, что несмотря на то, что это физически нелегкий труд, они очень любят свою работу. Гульшаир Калыкова работает в зеленхозе 6 лет и сейчас занимается пикировкой сальвии. По ее словам, к выращиванию цветов надо относиться так же, как к выращиванию ребенка. Все эти цветы, как наши дети. За ними нужен такой же уход, как за ребенком. Сейчас я занимаюсь пикировкой сальвии. Она цветет красными цветами. Вот эти саженцы переношу отдельно каждой в стаканчики. Высоту они будут 20-21 сантиметр. Бывают еще белого и фиолетового цвета. Здесь в оранжереях, по сути, стерильные условия, как в родильном доме. Это делается для того, чтобы цветы как можно меньше болели. В Бишкек-Зеленхозе говорят, что к 9 мая, к празднованию Дня Победы, они должны полностью украсить живыми цветами площадь Аллато. В общем же, цветы подбираются под климат города, чтобы расти на городских клумбах с апреля до ноября месяца.